А еще я слышал, что счастливые люди не болеют, а чтобы поднять себе настроение, можно и потанцевать. Ну, а главное танцевать, уметь танцевать, а вот как нужно учиться, нам расскажут сегодня наши гости. В гостях у нас две очаровательные девушки, это... Екатерина Полищук и Даяна Дж... правильно? Киджази, да? Киджази, да? Правильно. Отлично, обе руководительницы... Студии танцев. Барния. Доброе утро, девушки, расскажите, пожалуйста. Доброе утро. Надеюсь, вы не жалете, что так рано встали и приехали к нам. Нет, конечно. Мы привыкли. Почему? Потому что спортсмены закалят. У нас очень часто соревнования начинаются очень рано утром, поэтому, в принципе, для нас это была не проблема. Расскажите пару слов о своем пути, как вы к этому пришли или тоже, наверное, маленькие с детства звездочки были? Да, мы начали заниматься, ну, я начала в шестилетнем возрасте заниматься и, как бы, вот сейчас мне 25, и то есть все время в танцах. То есть у нас, мы как бы спортсмены, мы привыкли постоянно заниматься и работать. У нас каждый день были тренировки, кроме воскресенья, обычно воскресенье это выходной день. Шесть дней в неделю. Да, шесть дней в неделю, вот изо дня в день, каждый день. Ну, как бы, мы любим очень свое дело, поэтому, в принципе, занимаемся, я считаю, любимым делом и, ну, с удовольствием к этому относимся. И сейчас мы уже тренеры, то есть, в принципе, и до сих пор продолжаем сами заниматься и тренировать детей, поэтому как-то вот с любовью к нашему любимому делу. Вообще популярно ли сейчас отдавать своего ребенка на танцы? Я думаю, да. Вот как у вас, деток, в каком возрасте к вам приводит? Мы с четырех лет. С четырех, с трех... Это рекомендованный возраст или лучше подождать? Нет, с четырех в самый раз. Да, раньше брали только с пяти-шести лет, но сейчас дети как-то взрослеют очень быстро, поэтому в целом четыре года уже детки очень осознанные и готовы делать разные движения, исполнять фигуры. Хорошо, а вот, а если начала девушка заниматься танцами, так скажем, ближе к тридцати? Это тоже очень развито, особенно на территории материковой России. А также за границей очень популярны танцы именно для взрослых, то есть существует очень много, во-первых, есть и передачи, и как бы есть отдельные даже соревнования для взрослых, где участвуют именно взрослые, как бы, не только для малышей турниры, а знаете, турниры бывают еще, когда взрослые, там, мужчины, женщины, они танцуют, это очень красиво, элегантно, поэтому такое тоже бывает, ну, как бы, это очень развито. Ну, хорошо, с чего стоит начать? Какой такой элемент, да, танца, он такой максимально простой? Может быть, какую-то растяжку нужно делать, разминку перед этим? Давайте потом кому-то 30 плюс, там, покажем, что... Можно, кстати, даже показать какой-то элемент. Разминка, естественно, максимально проста для начала. Давайте, финку выровняли, так. Да, голова в сторону, раз, мягко. Ух, мне аж хрустно. И два. Раз, два, и вперед. Раз. Два. Так это мы... Раз. Два. Также плечи, то есть каждую часть тела несколько раз поднимаем, потом прокручиваем. Как в дыхательной гимнастике начало. Да, то есть мы должны спускаться, получается, локально начинаем с головы, потом плечи, потом поясничная отделка, колени, стопы, то есть вот так... А вот растяжка насколько значима в вашем деле, так скажем? В целом важно, но когда исполняешь какую-то фигуру, растяжка действительно помогает. И в целом пластика появляется даже у тех, кто никогда раньше не танцевал, у взрослых людей. Вот у нас мы знаем группы для взрослых, и действительно люди приходят абсолютно думая, что они совсем ничего не могут. В итоге проходит месяц, и у них уже получаются элементы. Медленный вальс, ча-ча-ча, это вот самые базовые танцы, самые первые. Также вот свадебные танцы, венский вальс, да, многие танцы. Я думаю, в этом плане, наверное, у вас много, да, гостей, клиентов? Ну, в целом. В целом, да, но в силу просто нашей занятости мы немножко как бы не специализируемся на этом, но как бы так же люди звонят и просят иногда обойтись. Я просто на днях с другом общался, говорю, ну, у него свадьба была, говорю, как? Он говорит, ты не представляешь, как это сложно. Я говорю, а что самое сложное было? Мы танец готовили. В самом деле, очень часто на нашем опыте было такое, что за три занятия нужно было поставить танец, в итоге все были действительно довольны. Да, и почему у людей получается, просто, ну, со взрослыми как бы это другая немножко специфика работа, но взрослые тоже очень хорошо, ну, как бы, получается, люди. И просто, знаете, еще бывает, что взрослые некоторые боятся, переживают и думают, вот, мы там, знаете, говорят, мы деревянные, мы вообще ничего не сможем, но потом приходят, и действительно, как бы, вот одно-два занятия, и люди сами потом начинают получать от этого удовольствие, что у них получается. Да, получается, да. То есть, знаете, когда взрослого человека, они еще думают с такими устой, что вот, я никогда не занимался, наверное, у меня ничего не получится, приходит и получается, и они действительно получают, ну, такой кайф, и они, вау, круто, танцы, это вообще супер. Спасибо, что вы дарите людям этот кайф. Спасибо, что пришли к нам. У нас в гостях была сегодня Екатерина Полищук, руководитель студии больного танца Ида, Яна Хиджази, правильно, Хиджази, да? Да. Руководитель студии больного танца. Спасибо вам, девушки, что пришли к нам. Спасибо большое. Дарите радость людям и при так очарательности выглядите при этом. Абсолютно точно.